здравствуйте друзья она лабиринты знаний сегодня очень важная тема многие из вас уверен что до конца не понимают поэтому считаю своим долгом еще более глубоко углубиться в эту тему и так тема будет сегодня почему сложная ситуация бывает у человека в жизни вроде бы все должно быть хорошо складываться но нет и также после прописания многочисленных рун после создания различных ситуаций с помощью сущности все равно возникают сложности со здоровьем возникают сложности с финансами возникают сложности в взаимоотношениях в поиске в поиске своей второй половины разрешение каких-то семейных проблем вот сегодня на все эти вопросы я постараюсь ответить вы будете понимать почему это происходит потому что некоторые на заказывают а потом сидят жду я что-то там ничего не работает да или там работать не так как я хотела или там почему я опять болею вроде там кучу руна здоровья прописали и так далее но все равно я болею так вот сегодня вы найдете все эти ответы в этом видео смотрите начнем с примеров вот допустим у вас есть различные руны там от корона ну и так далее есть руны которые у вас есть чтобы выводились там соли тяжелых металлов там вот чтобы вводились вирусы бактерии паразиты грибки глисты там на улучшение здоровья и так далее то есть множество множество различных рун но у вас например питание сыроедения на вы даже не можете нормально находиться на веганстве или на вегетарианстве и причем очень много лет не можете перейти на это питание естественно со временем сущности видя эту ситуацию дают вам толчок в виде пинка волшебного а создают условия что у вас начинались проблемы со здоровьем то есть начинается проблема со здоровьем вы не можете разрешить этот вопрос обращаетесь к нам мы тоже до конца не понимаем что вы от нас хотите начинаете задать вопросы вот почему же там у нас руна такая такая то плохо работает или не работает почему и так далее не начинают сущности крутить нас за нос вас за нос и так далее то есть они специально создают условия чтобы у человека в голове было непонятка и человек таким образом сам должен обладая нашими знаниями с канала до прийти к ответу к выводу что изменив питание эти все проблемы уйдут у человека только останутся те проблемы которые должны быть по программе какие-то жизнь уроки связаны со здоровьем и так далее с кармой а когда человек вроде более-менее все делает правильно вот не может питание поменять да и вот ну возникает вот эти проблемы сущности перестает помогать в каких-то вопросах здоровья и наоборот человека создают такие условия чтобы человек плохо себя чувствовал там и так далее и человек ждет же ну пока же это руна когда же это руна заработал вроде к нам уже десять раз обратился как бы да вот мы десять раз одно и то же смотрим и вот человек в тупике находится и человек для этого ничего не делает то есть человек считает что для этого все делает начинать человека спрашивать а что для одну я питаюсь там вроде все правильно он считает что вроде правильно питать на самом деле полностью неправильно питается полностью ведет неправильный образ жизни надо просто осознать понять вот штудировать в интернете как правильно питаться веганство допустим прописан либо к нам обращайтесь на консультацию по этим вопросам будем вместе разбираться в скайпе либо Почитайте, как переходить, сколько переходить, каким образом, где что находится, в каких фруктах, овощах, какие витамины находятся, минералы и так далее, в каких крупах. То есть это очень важно для понимания. Когда человек этого не знает, вы не сможете построить меню. То есть постоянно чего-то будет не хватать. А постоянно сдавать анализы это очень сложно. То есть нужно интуитивно это строить, обладать определенным знанием. Так же самое, когда мы притягиваем каких-то девушек и по программе, и по энергии, и люди не могут с ними найти общий язык, это тоже из этой же сказки. Когда человек над собой не работает, человек уверенному протянули, сейчас я пойду трехэтажным матом и обложу, давай, на колени и так далее. Делай то, что я тебе говорю, я духовно развиваюсь, ты тоже должна развиваться. И ему человек просто в ответ говорит, слушай, ты что говоришь такое, иди гуляй. То есть люди не хотят работать над своими отношениями. Люди не понимают, как это все будет работать. И таким образом, в сущности, подведя человека, вы уже дальше должны работать над этими отношениями. Плавненько, плавненько входить в друг друга, плавненько искать компромиссы. Потому что люди, с которыми вы встречаетесь, они, как правило, не знают ту информацию, которую вы знаете. И надо очень аккуратно, дозированно пробовать и человека привлекать к информации, к знаниям и так далее. Еще просто коротко отвлекусь. Никогда не берите себе всеми вторую половину, которая не собирается душевно развиваться. А вы собрались в этой жизни полностью посвятить духовному развитию. Не берите таких людей. Все равно разведетесь. Просто будет печально больно. Даже если по энергии человек подходит. Вопросы и примеры также могут быть связаны с работой. Когда человеку там уже подгоняешь, сущности подгоняют множество работ. Но человек, скажем, для этого особо ничего делать не хочет. И человек просто сидит и ждет. И когда человек ничего не делает, или человек работает не на той работе. Допустим, неважно, обратился он к нам, не обратился он к нам. По программе у него совершенно другие виды работы или другая работа. И как вот я на своем примере. Я был в медицине. Потом, когда уже мы с Настей познакомились. И начали заниматься ченнелингами. Уже потом пришел ответ, что это мне вообще не подходило по программе. Никогда даже близко. Я все время долбился в эти стены. Я все время... Как-то у меня все время какие-то ситуации на работе было. Что я выглядел не в хорошем свете. Со стороны... Ну, в глазах начальства. Да, и какие-то подставы вечно были какие-то. Вот. И в итоге я понимал, что двери постоянно передо мной закрываются. На тот момент я просто не обладал знаниями. Я шел до конца. Считал, что это просто в стечение каких-то обстоятельств. На самом деле, в сущности мне показывали. Роман, это не твое. Не ходи в эту дверь. Все, бросай, иди в другом направлении. А на тот момент я даже себе представить не мог. Кем я еще мог бы быть. Да, и не было понимания и так далее. И у вас тоже самое может быть в жизни. Вы... Многие пишите в комментариях. Да, если двери закрываются, давай, жизнь тебя закаляет. Так надо, будешь сильнее, иди долбить в дверь. Нет. Нет. Еще раз нет. Таким образом, в сущности вам показывают, что вы идете не в том направлении. Надо что-то менять. Зачастую у людей не хватает финансов, чтобы обратиться и все вопросы разобрать по косточкам. Поэтому такие видео я снимаю и периодически рассказываю. Что вы должны почувствовать, осознать, что вы движетесь не в том направлении. Не может постоянно быть... Вот люди обращаются, Роман, у меня все плохо там. Вот кто не смотрит наш канал, да, впервые там посмотрели там 10 видео, обратились сразу. Вот Роман, у меня там проблемы со здоровьем, у меня в семье плохо. Мне не везет, там у меня нет денег и все. И человек хочет, чтобы мы что, вот так вот хова и за секунду распутали клубок? Такого не бывает. То есть люди даже до конца не понимают, что они хотят, вот в каком направлении они движутся. Ну, естественно, у человека возникает... У человека возникает свое понимание и считает, что вот так вот можно все исправить. Иногда, помимо помощи нашей, сущность же видит, что вы ничего не делаете и создают условия тупиковые для вас, и вы должны выйти из них. И таким образом вы должны задумываться, что да, я что-то неправильно делаю, давай сменим работу. А вот, допустим, человек работает, мы пытаемся там руны прописать, еще что-то сделать, вроде там это, это, это. Но сущность сейчас какое-то время понимает, что человеку ну, невыгодно этим заниматься и начинает человек оттопить просто. Я не говорю, что это во всех случаях так будет. Нет. Бывает и порча, и карма, и плохое помещение, где вы бизнесом занимаетесь и так далее. Я говорю, это один из вариантов, что может случиться. И таким образом вы должны задуматься. Да, конечно, можно провериться, исключить там порчу, сглаз, темных, карму, другие какие-то моменты. И, конечно, всегда узнавайте, в какой стране вы должны жить. Бывает так, что человек даже в стране живет, представляете, страна. И у него все не ладится. И причем иногда можно страну поменять, это беспроблемно, а иногда нет. Человеку говорят, все, это не твоя страна вообще, на тебя категорически не подходит. И в программе просто, в предназначении стоит, что человек должен переехать в другую страну. Человек, а я не хочу. Ну, просто вот человек приехал и решил, что в этой стране все классно, надо всех своих родственников туда перевести и жить в этой стране. Я объясняю, что вы будете плохо жить в этой стране, очень плохо. Человек постоянно жалуется, они постоянно пишут, роман, нам это, это. Я ему объясняю, это не будет здесь работать, понимаете, не будет. Человек все равно свою линию гнет, считая, что так должно быть, что человек должен для всех жить, а для себя он не должен жить. Да не должны вы для своих родственников жить, понимаете. Все взрослые люди взяли, переехали и хотя бы сравнить там пару лет пожить и сравнить, как вообще ощущения будут. Понимаете, никто же не заставляет. Переехали, почувствовали, попробовали, что-то не так вернулись. Также очень много таких же ситуаций и в семейных отношениях, и дома. Бывает, что человек пытается построить отношения с теми людьми, которые вообще близко к вам не стоят. То есть у вас в программе другие люди. И вы пытаетесь, вас обрубают. Вы пытаетесь, вас обрубают. То есть загоняет просто в тупик, а вы сами не можете определиться, почему это происходит. Иногда на консультациях мы сразу это понять не можем, потому что не обладаем полноценными знаниями. Почему мы всегда, иногда мы просим для сущности, что дали полное вы знания, какие-то вопросы по здоровью, по ситуации с работой. И люди думают, что вот сейчас три слова скажут и сами там разбирайтесь, но не разберутся сущности. Сущности не знают, что смотреть надо. Мы не знаем, что смотреть надо. Старайтесь коротко пояснять ситуацию и так далее. Тогда шансов больше. А когда человек там, ну вот у меня проблема со здоровьем, здесь болит. Все, давайте сами разбирайтесь конкретнее. То есть можно же когда болит, когда начало болеть, какие боли, что вы ощущаете помимо этого. И так далее. Старайтесь более описывать ситуацию, чем вы коротко, более четко опишите ситуацию без лишней воды, тем лучше будет результат. Я всегда об этом говорил. И таким образом, примеров очень много можно приводить с работой, со здоровьем, с другими вещами, с финансами. Вы должны понять, что иногда сущности специально создают такие условия тупиковые, что вы поменяли человека, работу, здоровье, закрыли эту ситуацию и начали заниматься другими вещами. Пишите свои комментарии, пишите вопросы. Успехов! Увидимся в новых выпусках. Всего доброго!